В этой главе мы читаем про заповедь Шмита, где написано, что надо давать людям, которые нуждаются, надо давать в долг, но если проходит Шмита с мой год, когда нельзя забрать эти долги. Это история из Шмита. А потом написано, что надо помогать друг другу, чтобы не были бедными у вас, чтобы не были бедными евреями. Каждый переживает, каждый друг на друга переживает, каждый друг другу помогает, чтобы не были бедными. Интересно, что дальше написано в посуде Юдалов, в той же самой главе написано, что человек не должен сказать, ой, будет седьмой год, а сейчас я его буду помогать, я его одолжу деньги, а потом будет седьмой год, я не получаю обратно. Говорит, посуде нет, надо давать. И посуде 11, кило яхда лавьон мекера варать. Потому что не бывает ситуации, что не будет бедняки в земле. В земле имеется в виду Исраил, в нашей земле, в наш народ. Всегда будут бедняки. Один посуде протворяет другой. Один посуде говорит, что всегда будут бедники. А первый посуде говорит, чтобы не был бедник, что Всевышний обещает, что не будет бедным. Конечно, Раджи сразу объясняет, что речь идет про два ситуации. Если мы будем делать воли Всевышней, если соблюдаем Тора, мы живем как народ, как положено, тогда не будут бедники. Всевышний переживает за нас. А если мы не будем соблюдать, тогда кило яхда лавьон мекера варать. Всегда будут бедники. Интересно, Гмара говорит следующую историю. Гмара находится в трактат Таанид, 21 лист. И рассказывает Гмара, достаточно известная Гмара. Два друзья были, Рабьё Иханон и Ильф Ильфов Рабьё Иханон. Они занимались Тором, они сидели в Кололе. Но ситуация стала очень тяжелой, написано. Тува. Очень тяжело стало ситуацией, они не могли купить хлеб, они не могли кормить семьей. Они пошли на работу. Почему пошли на работу? Покинули Бейтмедраж, покинули изучение Тора? Да, написано. Написано, чтобы не были бедники. Правильно, написано, что надо работать, надо зарабатывать. Пошли на работу. Однажды один день они сидят, работают, тяжело. Сидят, отдыхают под деревом. И Рабьё Ихан слышит какие-то голоси, понимают, что ангелы разговаривают друг с другом. Давайте это дерево было нестабильное дерево, написано в Талмуд. Давайте, говорит ангелы, давайте закинем это дерево над эти грешники. То есть давайте закончим эти грешники здесь. Почему? Потому что они покинут вечную жизнь. Они занимаются какой-то временной жизнью. Вечную жизнь нашей Тора. Они покинули Бейтмедраж, чтобы заниматься. Что за дело? Что за дело? Давайте им закончим прямо здесь. Верхний говорит, Илфа, ты что-то слышал? Илфа говорит, нет, ничего не слышал. Со мной разговаривает, со мной разговаривает. Я понимаю, меня все стоял, говорит Илфа, до свидания, я пошел обратно. А как пошел обратно? Кормить семья, пасок, чтобы не были бедники. Другой пасок написано, что всегда будут бедники, я буду такой бедник. Я исполняю пасок, где написано, я буду этой бедник. Очень интересно. Говорит Талмуд, что Илфа не навсегда, конечно, пошла работа. Конечно, в конце концов, тоже вернулся Бейтмедраж. Но когда, пока Илфа не пришел, Рабьяхман уже стал Рошешива, Рабьяхман уже стал главным. А Илфа стал одной из учеников. Потом, надо сказать Талмуд, что Илфа показывает, но на самом деле он тоже был достаточный Талмид-Хахам. Но Рошешива, Рабьяхман. Почему? Потому что он вернулся вовремя. Он не остался там на работе. Одна из основы нашей веры – это свободный выбор. Всегда есть вопрос перед человеком, человек выбирает да или нет, право, лево, ходить, не ходить, сидеть, стоять. Всегда у человека есть право, выбирает право на решение. Но перед нами стоит всегда борьба. Туда выбирает или туда. Испытание. И всегда то, что человек на самом деле хочет, тогда ему показывают, что это правильно. Иногда даже в пасуг можно найти основания для своих решений. Смотри, Илфа нашел в пасуг основания для решения, что мы должны оставаться работой. По своему уровню называемый Илфа. Мы говорим про Великий Илфа, который много аллахот мы учим в трактатке Ту-Водка. Сколько аллахот мы учим из Илфа. Но Рабьяхман, который на самом деле говорит Рабь Гифтар, объясняет Рабь Гифтар, что у Рабь Гифтар был другой характер, чем Илфа. Почему? Откуда мы это видим? Говорит Рабь Гифтар, смотри, есть другой мидраж, который рассказывает историю про Рабь Гифтар. И Рабь Гифтар пошел в Гулаид с Равхия Барабо. Были два города, один рядом с другой. Твери и Ципори. Твери и Ципори достаточно близко одна к другу. Много раз Талмуд рассказывает про эти два города. Эрит Исраэл, Северный Эрит Исраэл, Твери и Ципори. И они пошли через какие-то поля. Говорит Рабь Гифтар, свои ученики, знаете, это поля, это мой был. Я раньше занимался недвижимостью, это был мой. Но я продал его для того, чтобы я могу трудиться в Торах. Учит Тора, говорит Рабь Гифтар, может даже с недвижимостью. Но если хочет человек на самом деле трудиться, полностью забудет про этот мир, я продал его. Хорошо, продал. Пошел через виноградный сад, через оливковый сад, и Рабь Гифтар говорит, это был мой, это был мой. Но я все продал. Почему? Потому что я хотел трудиться в Торах. Я хочу трудиться в Торах. Говорит Рабь Гифтар, начинает плакать, слезы. Рабь Гифтар говорит, что? А что? Что за траура? Что случилось? Он говорит, ты ничего не оставляешь для своей старости. Ты все продал, ничего не осталось, никакого источника на твоей старости. Когда приехал, слушайте, я продал, что? Земля? Я продал то, что Всевышний сотворил в шесть дней. Как написано, ибо в шесть дней я создавал земля и небо. И я купил за этого то, что было создано. Сорок дней, как написано, что Мошер Абейну, когда приобьел Тора, когда учил Тора в небес, это занимало сорок дней. А что? Давайте, это шесть долларов стоит, это сорок долларов стоит. Я продал за шесть долларов, купил за сорок долларов. Конечно, выгодно. Я продал земля, я продал сад, но я приобьел то, которое намного дороже. Говорит Медраж, продолжает Медраж, говорит, когда Рабь Йохнан умер, весь поколение, не один человек, не раввин, а плакал. Но весь поколение сказал тот же самый пасут, как написано в Широ Ширим, имьи, тень, ишит, кол, он, бей, то, боз, яву, золо. Если человек хотел что-то поминать, заминать, любовь, Широ Ширим в свете говорит про нашу любовь Всевышней, но весь поколение говорит про Рабь Йохнан. Если мы хотим измерить любовь к Тора, который был у Рабь Йохнан, сколько Рабь Йохнан любил Тора, давайте закупим, говорит Медраж, говорит все поколения, давайте заменить весь богатство дома, все, что человек имеет, все богатства, имущество дома, я готов отдать, заменить, за то, что я буду получить любовь, которая в Рабь Йохнан был к Тора. Боз его, смеются надо на него, это просто шутка, это шутка, это не сравнение, это сравнение полкопека, а миллиард долларов. А есть сравнение, полкопека, миллиард долларов. Человек, который дает все ему имущества, это ничего. А любовь, которую Рабь Йохнан имел Тора, это был так дорогой, так большой, великая любовь, которая у него есть. Грисберг Гифтер, это любовь, это то, что дал Рабь Йохнан возможность услышать этого Англии. И видит посылки, где написано, что да, будет бедник, будет бедник. Мы всегда ищем знаки, мы говорим, давайте подождем, если будет такого, тогда я знаю точно, что с небес говорит мне, что я должен такого. Нет, не такой. Ты решаешь право на решение. Если ты ходишь по право на дорогу, если ты любишь Тор, если ты любишь Всевышний, тогда все знаки будут показывать по этому направлению. А если человек на самом деле лени, он думает, что он не должен работать, он не должен служить, он не должен приходить на молитвы, он не должен найти время для решения Тора. Давайте, если я вижу какой-то знак, который показывает, что я должен учиться, я буду учиться, он никогда не найдет. Он найдет 10 псуки и 10 стихи, которые говорят ему, что тебе запрещено идти на молитвы, тебе запрещено учить Тора. А если человек любит Тора, если человек работает на то, что он будет любит Тора, как Рабихан любит Тора, тогда он один день пошел на работу и сразу слышит, Англия говорит, идите обратно. Бедник! Ничего не страшно. Евреев тоже может быть бедник. Давайте. Так, что Всевышний дал нам возможность увидеть право на решение, увидеть право на знаки, когда мы решим себе, когда мы работаем над собой, чтобы мы любим Всевышний, мы любим Тора, тогда Всевышний показывает наше право на решение и право на псуки и право на знаки. Это был короткий миссл на глава Рэй. Шаббат шалом.